Витаю! Выглядите, что это дневный выпуск новин полка Калиновского. Начнем с новин с фронта. Минулого тыдня бойцы полка получили позицию в месте активизации вооруженного огневого вплыва. Одним бойцом было отримано скоростное ранение руки, госпитализация не потребовалась. Так же проводилась выводка уразливых делянок вооруженных умоцований. Страт сирот воэрополка на этом тыдне нет. На минулом тыдне полк Калиновского выступил с широком важных заяв, что дотичится формирования силового резерва в Беларуси. Как мы поведомляли, беларусы, которые готовы долучиться до полка Калиновского на территории нашей страны, мают смягчимость заявить про этот пресс-отмисловый бот. Основная задача своего силового резерва в Беларуси полк видит во умоцовании наших групп, взятие подохового объекта, ожитивление арештов и конвейирование лукашистов. Для тех, кто по разных причинам не может зараза долучиться до полку, нами пропонували алгоритм действий. Аминавита. Формование малых групп, проведение физической, тактической, психологической подрыхтовки, мониторинг размещения и перемещения беларусских и российских военных. Те, кто долучился до силового резерва, отримали практичные порады, как правильно собрать с правдой корыстную информацию для представления УБОД. Для тех, кто планует долучиться до полка Калиновского в Украине, у нас есть важная объява. Полк открывает набор специалистов в сфере беспилотных летальных аппаратов. Когда вы имеете опыт в использовании громадянских коптеров, тих дронов-крылов, владеете техничными ведами о гляне дронобудования, альбо працавали в сфере IT, мы чекаем вас у шерога операторов БПЛА. Звертайтесь и учат бот полка с пазнакой БПЛА. Додадим, что беспилотные летальные аппараты – один из самых эффективных видов зброя на сучасной войне. Вояры полка Калиновского уже мают досыд поспехового в использовании БПЛА подчас боевых действий. Передем до отказа на питание, которое вы прислали нам за минулый день. Что случится с бойцом полка Калиновского, когда он решит вернуться в Беларусь? Сегодня в Беларуси правовый коллапс. Великая количество граждан страны особо столкнулося с принципом «часом недозаконов», который огучил Лукашенко в начале протеста 2020 года. Тому предсказать, как и не будут действовать в отношениях до бойца полка Калиновского складана. В любом случае, в аэры полка вернуться в Беларусь не для того, как сдаться налитом лукашенковским уладам. Наша мета – вызволение Беларуси от диктаторского режима. У нас запытываются, какой статус на сегодняшний день у бойцов батальона «Волод» Вадима Папека Шатрова и Василя Сябро Парфянкова. Что делать полк в связи с этим? Василь Сябро и Вадим Папек на сегодняшний день официально признаны зниклыми безвесток. Командование полка Калиновского поддерживает совесть с семьями Василя и Вадима. По инициативе полка был открытый доброченный сбор у допомогу семьям наших боевых товарищей. Вы так само можете доучиться до этой инициативы. Номер рахунков вы видите на экране. Информацию о доброченном сборе вы так само можете знайсти у наших социальных сетках и на сайте полка. Подписчики означают, что с перелечением сродков на PayPal полка с Беларуси часто возникают проблемы. Возникает питание. Есть некий инший способ перелечить сродки с Беларуси? Когда донат находится на территории Беларуси, у него есть только два варианта – життявить финансовую допомогу полку. Скористаться системой PayPal або перевести криптовалюту. Когда PayPal не работает, актуальным состоится вариант с криптовалютой. Шукайте реквизиты на нашем сайте и в социальных сетках полка. Пол Каленовского счастливый каждому за его допомогу. Про все важные события в жизни полка, которые мы осветляем в пресс-релизе, вы можете больше подробно доведаться с публикацией в наших социальных сетках и на официальном сайте полка. Спасибо за внимание и до встречи в следующий понедельник. Живи Беларусь! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует... В courseная snailspower.